В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Районная администрация начала сбор предложений от горожан. Он продлится до 24 декабря. Затем в течение трех дней будет сформирован перечень из наиболее популярных вариантов. Их вынесут на рейтинговое голосование для благоустройства в 2023 году по программе формирования комфортной городской среды. Голосование пройдет на единой цифровой платформе. О его начале жители оповестят заранее. Предложения по благоустройству общегородских территорий можно отправить по электронной почте. Для не имеющих выхода в интернет организован прием в администрации на улице Советской, 12, в рабочие дни с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Будьте внимательны. Для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды не могут быть предложены дворы, участки федеральной или частной собственности, объекты культурного наследия, а также особо охраняемые природные территории. В Совете депутатов утвердили отчет об исполнении бюджета Выборгского района за 9 месяцев 2021 года. Он был утвержден как профицитный и сформирован на уровне выше 5 миллиардов рублей. Константин Паничев, председатель районного комитета финансов, отметил, что максимальное исполнение бюджета по итогам трех кварталов было достигнуто в сфере реализации муниципальной программы «Современное образование». Две подпрограммы, которые показывают максимальную долю развития дошкольного образования в Тея Выборгском районе. Это 1 миллиард 311 миллионов рублей, 77,2% исполнения. И развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 68,9% исполнения. Что касается подпрограммы развития общего образования, то здесь средства были потрачены на реновацию и организацию учебного процесса в 14-й школе, создание технопарка, открывшегося в этом году на базе 10-й школы. Кроме того, в поселках Гаврилово и Пушное отремонтировали пришкольные спортивные площадки. На заседании Совета городских депутатов Константин Паничев представил отчет об исполнении бюджета Выборга за 9 месяцев этого года. Наибольшие финансовые показатели отмечены в четырех сферах – национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура кинематография, физическая культура и спорт. Ленинградская область помогает тем, кто работает на земле. Сегодня сельхозтоваропроизводителям предлагается более 40 мер поддержки, среди которых в том числе и программа «Ленинградский фермер», открытая губернатором региона Александром Дрозденко вместо национального гранта «Начинающий фермер». А в этом году одним из инструментов поддержки стало создание Ленинградского торгового дома. Об этом говорилось на совещании с главами крестьянско-фермерских хозяйств. Оно прошло в стенах Выборгского бизнес-инкубатора. Это инструмент, который даст возможность нашим фермерам реализовывать свою продукцию, находясь прямо у себя на хозяйстве. То есть мы организуем сеть складской логистики, транспортной логистики. Это будет единый оператор по подвижению фермерской продукции в торговой сети региона. Кооперация фермерских и личных подсобных хозяйств имеет сегодня важное значение, подчеркнул Евгений Курц. В рамках совещания прошли презентации сельскохозяйственных производств различных направлений, общение за круглыми столами. Специалисты разъясняли юридические и правовые аспекты организации малого и среднего бизнеса. А представители Россельхознадзора рассказали о мерах ветеринарного и фитоконтроля. Кроме того, коллеги поздравили с высокой наградой победителей российского национального этапа конкурса «Фермер года» в Балтийском регионе – Марину и Валерия Альцегировых. Семейная ферма «Радости» уже давно завоевала сердца многочисленных агротуристов из Ленинградской области и не только. Сегодня это уже семейный туристический центр, который ежегодно разрабатывает различные фольклорные и познавательные программы. Тот, кто последним гулял по Выборгу, начинает игру. Так звучит первое правило большой бродилки по Выборгу. Настольную игру создала компания, занимающаяся разработкой мобильных приложений на средства гранта губернатора Ленинградской области. Это, кстати, не первая их большая бродилка. На самом деле мы довольно успешно реализуем его в городе Петербурге и подумали, что здорово реализовать его и в Ленинградской области. Подумали, что город Выборг наиболее для этого подходит. Сам по себе формат такой настольной игры, он уникален тем, что он рассказывает о реальных локациях. Плюс нас поддержали партнеры Монрепо, Выборгский замок, Эрмитаж Выборга и ряд еще других организаций, в том числе коммерческих, которые поверили в проект и в нем представлены в той или иной мере. Игра «Большая бродилка по Выборгу» – это история не о каком-то вымышленном, а о реально существующем мире. Объекты и герои здесь самые настоящие. Среди персонажей – бумажных фигурок, которые будут перемещаться по игровому полю – Петр Первый, Алва Ралта и даже нимфа Сильмия из Монрепо. Образ, описанный в поэме Людвига Николаи, а также другие небезызвестные личности. Наши же игры краеведческие, они позволяют больше узнать о крае, о местной локации, о ее прошлом, о наследии, о будущем, о том, что сейчас происходит, что строится, что может быть будет реализовано в ближайшее время. В этой игре есть в рамках софинансирования еще мобильное приложение, которое пока сейчас не запущено, потому что мы игру только получили, она буквально из печи. У нас также здесь будет мобильное приложение, которое позволит оживить настольную игру, в прямом смысле этого слова, благодаря дополненной реальности. То есть вы его наводите на объект на игре, и он возникает у вас в телефоне. Настольная игра «Большая бродилка по Выборгу» появится в школах Выборгского района и учреждениях культуры. К примеру, во Дворце творчества, Выборгском замке, городских библиотеках. Подробную информацию можно найти на нашем сайте выборг.тв. Галина Давыдова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Из Ростцовой печи Выборга. Презентация книги под таким названием состоялась в библиотеке «Алваралта». Представил издание один из авторов Андрей Рыденков, известный исследователь печей и каминов северо-запада. Кроме того, он является научным консультантом Музея архитектурно-художественной керамики в Петропавловской крепости. Книга выпущена в формате фотоальбома. Каждый снимок сопровождается исторической справкой. Имея дело постоянно с реставрацией, прежде всего, финских печей, в Петербурге финские печи занимают, наверное, более половины общего объема сохранившихся печей в квартирах и домах петербуржцев. У нас накопился определенный материал фотофиксационный. Ну и, соответственно, мы решили поделиться с заинтересованными. Первое издание книги о печах Выборга вышло в свет 10 лет назад. Тогда оно вызвало живой интерес у ценителей истории и архитектуры. По словам исследователя, многие из печей, вошедшие в него, к сожалению, навсегда утрачены. Часть из них – печи дома Говинга. Однако город по-прежнему богат на подобные артефакты. Мы сделали разбивку по заводам. То есть отдельно, значит, завод Выборгский гончарный завод, печи, которые сделаны на этом заводе, представлены отдельным параграфом. Отдельным параграфом печи сделаны, облицовки которых выполнены на Роколонёкском гончарном заводе, заводе Турку, Аба. И в Хельсинки завод Арабия и Гресвекинский завод были такие два завода. Вот эти пять заводов, они представлены все Выборги. В условиях продолжительной холодной зимы печам уделялось огромное значение. Им отводилось самое почётное место в помещении. И зачастую они служили главным украшением интерьера. Это в доме на Рыбном-2. Вообще, Рыбный-2 – это музей печей. Там практически во всех квартирах сохранились роскошные печи завода Аба. Вот и в двух квартирах нас пригласили жильцы. Нам удалось вот сфотографировать вот эти печи. Это печь такая типичная модерн. В Финляндии она называется «девушка с длинными волосами». Вот здесь, так сказать, хорошо видно. По словам Андрея Роденкова, при таком разнообразии архитектурных форм у историков есть явные фавориты. К примеру, печи, спроектированные финскими архитекторами в стиле финского национального романтизма или северного модерна. Декор был подвержен влиянием моды. Стили менялись с течением времени. Они разные. То есть, они отличаются, конечно, заметно. Ну, во-первых, по стилистике отличаются. То есть, это печи либо это яркий модерн, либо это историзм. Причем, первоначально финские предприятия, они закупали готовые формы в Германии. Поэтому очень многие формы немецкие. Вот, особенно вот это, что касается такой необарокко, такой историзм, эклексика, как еще называют. Ну, такие сложные формы, достаточно пышные, декорированные, там, с золотыми люстрами, полихромные. Вот, особенно, скажем, завод Арапия в здании Выборгского, одного из Выборгских банков, где сейчас Горсуд. К проектированию печей и каминов привлекались именитые архитекторы и дизайнеры. Благодаря их трудам потомкам досталось богатое наследие. Кстати, поле для исследовательской деятельности не ограничивается Выборгом. К выходу уже готовится книга о печах всего Выборгского района. Они много, к счастью, еще где сохранились. Ну, прежде всего, это, конечно, Лесогорский, Светогорск, Приморск и целый ряд других населенных пунктов, где удалось выявить все эти израцовые печи. Материал накопился на целый полноценный альбом. По словам автора книги, в процессе подготовки издания были сделаны исторические открытия. Так, вопреки мнению, что печи с кафельной облицовкой появились в городе лишь в середине XIX века, выяснилось, что в Выборгском замке они были установлены уже в 1542 году. Нашим современникам повезло. Во многих Выборгских домах по сей день сохранились настоящие музейные экспонаты. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Детектив, судьба человека и философская притча. 40-й юбилейный сезон в Театре драмы и кукол «Святая крепость» в самом разгаре. И на этот раз для премьерного показа была выбрана пьеса петербургского автора Евгения Водолазкина «Пародист». На финальном прогоне побывала наша съемочная группа. Художественный руководитель театра Юрий Лобецкий рассказал, почему сделал такой выбор, а актеры, занятые в спектакле, поделились впечатлениями от участия в нем. Широкая публика знает Евгения Водолазкина как автора бестселлеров «Лавр» и «Авиатор». А не так давно вышел сборник, в котором он предстал перед читателями в качестве драматурга. Из трех пьес режиссер Юрий Лобецкий выбрал «Пародиста». А это такой, так сказать, классический, можно сказать, детектив, но с неким психоделическим оттенком, вот, такой немножко странный, мистический. И чем больше я работал над пьесой, тем больше желания у меня появлялось ее, ну, простите, усовершенствовать. Я связался с агентом Евгением Германовичем и спросил, не будет ли возражать автор, что мы его малость переработали. А она так честно говорит, ой, я не думаю, потому что это его первая пьеса, первый опыт. Сюжет нам понравился, сюжетные ходы, но язык, какие-то перипетии. Пришлось это переделывать, приспосабливать все-таки к тем творческим принципам, которые мы уже 40 лет исповедовали. Актер Антон Косолапов сравнивает пародиста с пьесами Чехова, у которого, по мнению актера, нет абсолютно отрицательных персонажей. Они все оправданы. И даже если мы кого-то обвиняем, то, копнув поглубже, уже задумаемся, а стоит ли. Для Антона это вторая роль детектива на сцене. Он утверждает, что новый материал – это всегда новое приключение. И здесь тоже был драйв стремительный, необычный. Впрочем, художественный руководитель театра Юрий Лобецкий вообще скучать не дает. Тут речь идет не об обычном детективе, где, знаете, если рассказать сюжеты, там, в конце «Убийца дворецкий», то есть тут не тот случай. Вот. И сам детектив, он как бы не совсем детектив. Рассказывать, наверное, про это не буду, поскольку это и есть поворот у сюжета. Но думаю, что тут будет сюрприз и для меня, и, разумеется, в первую очередь для зрителя. Роль мужа в «Парадисте» – третья в сезоне для Дмитрия Тумурка. Роль вроде бы не главная, но актер считает, что именно эта постановка не выявляет лидеров. Она как вкусно приготовленное общее блюдо. Когда мясо режется на куски, затем пару раз проворачивается на мясорубке и с раскаленной сковороды предстает на зрительский суд. Для актера всегда существует большой страх и риск выйти на сцену и сыграть то, что уже когда-то играл. Знаете, сделать свою новую роль так, как когда-то делал старую. И про эту конкретно роль однозначно могу сказать, что такого у меня еще не было. Ну, во всяком случае, такого способа существования. Такой энергичный, немножко бешеный кролик. Пьеса поставлена в стиле интерьерного театра. Актеры существуют в нем рядом со зрителем, играют в помещении бара. Говорят, это достаточно сложно, как под микроскопом, и здесь нельзя сфальшивить. Они признаются, что очень скучают по допандемийному времени, когда аншлаг был настоящим. Но, тем не менее, все аплодисменты, которые прозвучат в благодарность труппе, запомнят. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Его называли «Выборгским Нотр-Дама». Он изображался на панорамных фотографиях и поздравительных открытках. Им восхищались все, без исключения. Утонченность готического шпиля, монументальность основного здания. Объемный зал с расписными сводами и величественным органом. Местные жители, должно быть, сразу догадались, что речь идет о новом кафедральном соборе, построенном в 1893 году и разрушенном вскоре после Великой Отечественной войны. Как выглядел бы город сейчас, если бы эта жемчужина архитектуры вернулась на свое прежнее место? Заявить о реализации смелой идеи решились два человека – реставратор Игорь Львов и художница Елена Бечевина. «Его потеря, она невероятная для города. И желательно, чтобы хотя бы люди, которые сюда приезжают, которые здесь живут, вспомнили, что это был запамятник. Ведь на самом деле он вмещал, внутрь этого собора входило 1800 человек. Затем там играла органная музыка. Представляете, какая это была доминанта? Как она смотрелась, если замок только 50 метров? И на самом деле это стало визитной карточкой Выборга, его жемчужиной». Елена Бечевина – художник Мариинского театра. Идея о воссоздании собора, построенного к 600-летию Выборга по проекту Эдуарда Диппеля, ее глубоко тронула и долго не отпускала. Свои переживания она выразила как истинный творец через творчество. В знаковом для собора месте библиотеке «Алта» даже работала выставка, посвященная этой теме, где Елена представила забытый памятник архитектуры через разные формы – картины маслом, макет скульптура, вышивка. Также есть фотография чудом сохранившихся дверных ручек собора. «Собор был доминантой, высота которого с крестом составляла 78 метров, а библиотека, появившаяся позднее, стала буквально для него горизонталью. Такое сочетание двух стилей – неоготики и функционализма – было, скорее всего, очень авангардным и очень подчеркивало друг друга. Скорее всего, «Алвара Алта», который строил библиотеку, у него было другое первоначальное место, но выбирает именно построить здесь». Сейчас от шедевра северной готической архитектуры остались лишь фундамент и цоколь здания с подземной частью. Стараниями Игоря Львова в 2017 году при поддержке Областного комитета по культуре, Всероссийского общества по охране памятников истории культуры и даже одобрении епископа Евангелической Литюранской церкви Ингрии была установлена памятная гранитная плита. Ее разместили на месте, где раньше предположительно находилась алтарная часть. «Чтобы мне это сделать, мне удалось написать Финляндию и даже удалось побывать в городе Хельсинки и познакомиться с ее холанкиным архитектором, который мне подарил эскизные проекты, чертежа нового кафедрального собора». С помощью этих эскизов и продвигалось дальнейшее исследование. Год назад у Игоря Львова произошла еще одна встреча со студентом архитектурно-строительного университета Максимом Бычковым. Свой диплом Максим посвятил воссозданию нового кафедрального собора. В работе ему помогали сохранившиеся чертежи. Пока это только проект, но все верят, что со временем он перерастет во что-то большее. «Говоря сейчас современным языком и искусством архитектурных объектов, новый кафедральный собор – все-таки воплощение культуры, воплощение красоты. Это действительно был Моттердам-де-Пари, который восхищал туристов, восхищал приезжих, восхищал жителей города Выборг». Елена Бичевина и Игорь Львов отмечают, что восстановить собор было бы здорово не только с точки зрения церкви. В нем, к примеру, можно было бы организовать концертно-выставочное пространство. «Если сохранить, как говорится, черты утраченного памятника внешне и совершенно внутреннее новое содержание, получается, что тогда бы даже город Выборг уже тянул на центр такого северо-запада». Вернемся в прошлое, на 9 лет назад. Именно тогда, в 2012 году, Игорю Львову случайно попались фотографии нового кафедрального собора. После увиденного он не мог бездействовать. И мысли о восстановлении реставратора больше не покидали. А заставки на двух его телефонах постоянно напоминают об этом. Поддерживают смелых мечтателей и их друзья. «На первый взгляд смельчаки, отваживающиеся вот на такую идею. Но на самом деле невозможное, возможно. И как ни смешно, пример там у Павловский дворец, где начались восстановительные работы в 1944 году. И никто не верил. Нашлись люди, смогли убедить людей, что это надо сделать. И потом помогал весь город в Павловск. Приезжал и сажал деревья, разбирал, что-то помогал. Колоссальный труд совершен Игорем. И много лет на это ушло. Но вот видите, два человека нашли друг друга. И я думаю, что откликнутся жители Выборга. И собор будет стоять на своем месте старом. Возможно ли, что визитная карточка Выборга конца 19-го столетия вновь будет восхищать людей? Или эта идея неосуществима? Покажет время. Галина Давыдова, Валерий Престижнюк, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости по-выборгски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова